С 13 по 15 февраля 2024 года в города Георгиевск и Пятигорск, Ставропольский край, состоялась пятая Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция «Будущее России через преображение к сообществу единой судьбы». Ее организаторами выступили Ставропольская митрополия и Преображинский клуб. Конференция проводилась при поддержке Северо-Кавказского федерального университета, Пятигорского государственного университета, филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Севастополь и филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы в городе Пятигорске. Сретенская конференция проходит в разных городах России с 2020 года. Она является экспертной площадкой, на которой обсуждаются вопросы цивилизационного развития российского общества в Георгиевске и Пятигорске. Собрались ведущие эксперты и ученые, которые смогли объединить свой потенциал и возможности для решения масштабных и ответственных задач, сопоставимых с уровнем национального проекта. Одним из поводов проведения Сретенской конференции на Ставрополе является отмечаемый 240-летний юбилей Георгиевского трактата, который был заключен между Россией и Грузией и по которым царь Ираклий I признал добровольное вхождение в 1784 году в Восточной Грузии под покровительство России. Организаторы конференции рассматривают ее как дискуссионную площадку не только для быстрого реагирования на происходящие глубинные изменения, но и для объединения ныне весьма разрозненного потенциала отечественных гуманитарных и естественных наук в лице лучших представителей интеллектуальных клубов России, академической и университетской науки, которые в той или иной степени регулярно и последовательно проводят комплексные и независимые исследования пути развития России. Начала свою работу 5-я Всероссийская Средственская научно-практическая конференция «Будущее России через преображение к сообществу единой судьбы» 13 февраля сего года в Георгиевске, в городском дворце культуры. Уровень мероприятия был очень высокий, и одной из причин этого была памятная дата, посвященная 240-летию подписания Георгиевского трактата и 40-летию с момента награждения города Орденом Дружбы Народов. В работе конференции приняли участие заместитель главы администрации округа Юлия Владимировна Логинова, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл, епископ Георгиевский и Прасковейский Гидеон, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Андрей Валерьевич Скрыпник, министр Ставропольского края по национальной политике и делам казачества Малушка Александр Дмитриевич, председатель общественной палаты Ставропольского края Нефетиди Георгий Олегович, эксперт Всемирного Русского Народного Собора и советник Ставропольской митрополии Алтунин Александр Александрович, директор филиала Московского государственного университета имени Ломоносова в городе Севастополе Шпырко Ольга Алексеевна, а также члены Преображенского клуба, доктор философских наук Большаков Владимир Ильич, доктор философских наук Буданов Владимир Григорьевич, ректор школы здравосмысла член совместописателей Ибрагимов Александр Гарунович, декан факультета международной политологии и журналистики Института русской политической культуры Костенко Борис Игоревич, доктор технических наук профессор Малков Сергей Юрьевич, Московский государственный университет, президент Международного русского кинофестиваля, режиссер Андрей Викторович Халенко. В числе почетных гостей Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок великого русского поэта Лермонтова, предводитель Российского дворянского собрания и президент Ассоциации Лермонтовское наследие, первый вице-предводитель Российского дворянского собрания Александр Юрьевич Королев-Перелешин и потомок грузинского князя Гарсивана Чавчавадзе, подписавшего 240 лет тому назад Георгиевский ретоктат, генеральный директор благотворительного фонда святителя Василия Великого Чавчавадзе Зурак Михайлович. На конференции присутствовали представители местных национальных общин, казачества, работники сферы, культуры, студенты, военнослужащие и просто жители округа. Продолжением работы конференции стал показ фильмов международного русского кинофестиваля, организованный для студентов Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления. Молодые люди видели интереснейшие короткометражки, ставшие в прошлом году лауреатами кинопремий. В зале присутствовал создатель и президент Международного русского кинофестиваля режиссер Андрей Халенко. 14 февраля участники 5-й Всероссийской Средственской научно-практической конференции во главе с Высокопресвященнейшим Кириллом, митрополитом Ставропольским и Невиномысским посетили Успенский, Второафонский, Бештоугорский мужской монастырь. Экскурсию по Святой Обители для участников конференции провел священный архимандрит Успенского, Второафонского, Бештоугорского мужского монастыря, а архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Также гостей монастыря сопровождал наместник Святого Обители Игумен Михаил. Владыка Феофилакт подробно рассказал паломникам об истории, храмах и жизни монастыря, о том, как Святая Обитель развивается на сегодняшний день. Далее участники конференции посетили Государственный музей-заповедник имени Михаила Лермонтова, который известен так же, как домик Лермонтова в городе Пятигорске. Он был основан в 1012 году и на данный момент является памятником федерального значения. И именно в этом здании, сохранившемся по сей день в своем правозданном виде, прошли последние дни жизни великого поэта. В рамках работы конференции, вечером того же дня, ее участники посетили театр-музей благодать города Кисловодска. 15 февраля в праздник Сретения Господня митрополит Ставропольский и Неваномысский Кирилл и епископ Георгиевский и Просковейский Гедеон совершили божественную литургию в Никольском соборе города Георгиевска. Архиереями сослужили секретарь епархиального управления Георгиевской епархии Протеерея Анатолий Маршалкин, исполняющий обязанности благочинного 2 округа Ирии Дмитрий Воротнев, благочинный 6 округа Протеереи Иринии Лукьянов, настоятель Никольского собора Протеереи Дмитрий Избович, благочинный 1-го Ставропольского округа Ставропольской епархии Протеерея Александр Гамзяк, благочинный 1-го округа Протеереи Артемий Маршалкин, пратодиакон Андрей Гурьев, диакон Георгий Мырдин и диакон Алексий Калядин. Богослужебное песнопение исполнил архиерейский хор под управлением регента Тамары Поповой. Перед началом литургии был совершен чин благословения свеч на Средине Господне. По запричастным стихе епископ Гидеон зачитал Самвона обращение святейшего патриарха Московского Ивсея Руси Кирилла по случаю празднования Дня Православной Молодежи. По окончании литургии участники во главе с архиереями совершили славление, полагающееся в этот церковный праздник, затем к духовенству и мирянам с архипастерскими словами обратились митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл и епископ Георгиевский и Просковейский Гидеон. Особую благодарность организаторы и участники конференции выражают генеральному директору общества Кавигрис Ковтунову Сергею Ивановичу специалистам и работникам данного предприятия за истинное кавказское гостеприимство, радуши, теплоту и щедрость. Продолжение следует... Продолжение следует...